Россия 2 сам понимает Которые сегодня уже прошли То в любом случае на поле уже хорошие Ваши знакомые Потому что встречаются и спецсвязь И команды РФК Каждая из команд уже провела сегодня по одной игре И кстати в своих матчах одержала победу То есть вот если Так все это как-то Присовокупить друг к другу Объединить и вывести в канву вместе со сценарием То получается что у нас Финал вот такого Мини турнира Из четырех команд Хотя на самом деле конечно первенство наше Включает команд намного больше Итак сразу о составах Чтобы потом к этому не возвращаться За команду РФК Сегодня выступает номер 8 Максим Ширеев Вот сейчас сразу опасный момент Очень было опасно Давайте закончим все-таки составами Потому что надо быстрее Тут начинается интересно Десятый номер Игорь Королев Тринадцатый Валерий Газаров Четырнадцатый Максим Гулаев Пятнадцатый Роман Скопинов Первый Карен Газаров В восемьдесят восьмой Вадим Пятибратов Что у нас с командой спецсвязь За нее сегодня заявлены Ну вот с командой спецсвязь будем вам докладывать позже Небольшой технический нюанс у нас возник Ну а я комментировать и этот матч буду тоже не один Александр Панов остался пока со мной Александр ну что ж мы посмотрели одну команду Посмотрели вторую Как думаете будет складываться матч Какие прогнозы Ну интересно для сегодняшнего утра То что эти две команды не испытали еще горечь поражения Радость побед они ощутили Поэтому наверняка сегодня Кто-то из этих команд проиграет И ощутит первое горе И вот момент у спецсвязи Опять же игра началась достаточно резво Две команды видно настроены на хороший футбол Две ошибки подряд у команды РФК И могло привести голу Так что команде РФК нужно быть повнимательнее Вводным мячом А так в целом опять живо энергии много Ребята молодцы такие прям прет из них вот эта энергетика Удовольствие футбольное Поэтому прекрасное утро Бодрое Что еще надо для хорошего времени провождения Когда играют команды Прекрасный зал Тепло Все настроены на победу Поэтому интересный захватывающий наш матч ждет И я думаю что Хотелось бы конечно Я все-таки немножко симпатизирую спецсвязи Но это не говорит о том что я не могу творить заебалить другие команды Но так как она играет И у меня играют два хороших друга Поэтому конечно Хотелось бы чтобы они тоже победили И порадовали и себя в том числе еще раз Ну что же Александр Пока вы рассказывали о своих ожиданиях Я тоже не терял зря времени Не просто так молчал Я обратился к статистике Статистика Как известно королева наук Как говорила моя преподавательница по статистике Ну так вот У нас команды неоднократно встречались Но вот РФК это название Которое пока режет слух Будем говорить Пусть на меня не обижаются учредители РФК В общем РФК это тот же Мособлбанк Которому мы привыкли Так вот В бытность Ту Когда РФК был Мособлбанком Встречи команд Заканчивались со следующими результатами Первая встреча вообще прошла у них 24 мая 2012 года В рамках Спартакеада на Красной площади Тогда команды сыграли со счетом 1-1 После этого была победа Мособлбанка 4-2 Далее дважды выиграла спецсвязь со счетом 3-1 и 3-2 Потом снова Мособлбанк взял вверх со счетом 3-1 После этого спецсвязь на Кстати кубке Кубке Александра Панова Да Выиграла со счетом 4-1 И вот последний матч проходил у нас 20-го июля Тогда Мособлбанк Выиграл со счетом 3-0 Любопытно Хорошие соперники играют Я так понимаю по статистическому моменту Обе команды не уступают друг друга практически ни в чем Все и другие одерживали победу на друг друга Скажем так Более знакомые уже между собой И поэтому вот еще раз видно Что захватывающий первый тайм идет Пока не открыт Идет упорная борьба И те иные моменты, которые создаются Да, опасны у тех и других ворот Так что захватывающее нас ждет зрелище И я думаю, что не просто каждой команде Выиграть у друг друга Да, по 3 победы получается Вот сейчас у каждой из команд Плюс одна ничья Ну вот согласитесь, что результативность у команд Очень-очень хорошая Ну вот минимальное количество Вичей, которые забивали Ну посмотрим, чем Ну не закончился момент Да, и Газаров сейчас на левом фланге закрыт За счет индивидуальности Хотя, ну вот заработали угловой Но в целом неплохая была Мутра атака Могли больше и лучше извлечь Наверное из того, что создали Но тем не менее В обороне спецсвязь пока играет надежно И не допускает каких-то обычных промахов Ну вот я смотрю второй матч подряд И мне кажется, что спецсвязь В плане тактическом подменили Я вспоминаю Как команда играла в первом сезоне Когда только к нам пришла Ребята брали мяч Летели на своем пути Сшибали всех Ну потому что ребята просто действительно здоровые И откуда-нибудь там Ну приблизительно с центра поля лупили Били поворотом при каждой возможности Пытаясь пробить Да, мячи вылетали И в общем было все неплохо На второй сезон, когда ребята приехали Я очень удивился Потому что они забирали мяч Потом вставали по-барселонски Потихонечку всех раскатывали Мячи забивали В этом сезоне они приехали И снова меня удивили Потому что они абсолютно спокойно Дают инициативу сопернику Когда есть возможность Атакуют Могут сделать В общем конечно команда Потрясающая в том плане Как она меняется И прогрессирует И вот гол забитый Вот она контратака Как сработало Все здорово было сделано Три передачи прошли Все поле И прекрасный гол В завершении того Что начали комбинацию От своих ворот И закончили Прекрасным голом Чужие Так что Пока Статус матча подтверждается Да Ну и еще борьба впереди Еще первый тайм Нельзя расслабляться И я думаю что РФК еще сможет Какой-то сюрприз Поднести И один гол Они способны Все-таки Мне кажется Забить Ну будем ждать Будем ждать Конечно Время есть И силы должны Быть Конечно Недавно Совсем Они закончили Свою встречу Против МРТС Но здесь все спокойно Недавно Встречу против МРТС Завершили Могли бы Сейчас попенять На то что сил Не хватило Но вряд ли Сказать можно К скамеечке Да У спецсвязи Все-таки Да В конце концов Расписание игр Было Готово Но Заблаговременно И отправлено Всем уже задолго Поэтому Ох Надо было Забивать Да Здорово В связи Немножко Перехватило Инициативу После гола Видимо Ребята поверили В свои силы Еще лучше И Создали Несколько опасных моментов К сожалению Что Строганов Мог забить Конечно Ну Может быть Все-таки В силу того Что пытаются Переквалифицировать Свою Тактику На Такую Более На более Быстрый Футбол Я пока Не могу Дать Какую-то Точную Характеристику Емкую Вот этой Новой Манере Игры Спецсвязи Ну Будем Смотреть Будем Придумывать Заставляет Нас Спецсвязь Изобретать Терминологию Играет От обороны И на Контратаке И на Ошибках Соперника Вот так Вот так Номер Которые Номер Одного Надо Забивать Должны Забивать Болельщик Наносился удар Вот еще Один Заброс Классный Футбол Хороший Да Интересный Позит Конвенционная Но Ребята К сожалению Последний Паст Но Сейчас Забивать Нельзя Ширеев Прекращаю Не играет Ну Пожалуй Основной Зат Чит Играет Последний Прекращаю В последние Минуты Да Не может Преказать Что Должны Играет Но Специалисты Команды Которые Которые Можут Себе Вот Это Подвод Да И Остальные Конечно Можут Собор Синовой По ходу матча Это то есть, к которому привыкать Да, потому что одна ошибка И все, и контрат Ну что ж Потом обязательно продолжим Начался у нас второй тайм Так что ждем опять хороших событий в этом матче Так что надеемся на такую же зрелищную игру С изобилием моментов голевых Ну и с голами, соответственно У нас по сравнению с первым матчем в РФК Вот в составе РФК Произошла замена Замена на вратарской позиции Ну вот видимо они так же и будут Чередоваться Два очень классных вратаря Ну такое бывает По таймику, наверное, решили договориться Ну тоже, наверное, правильно Потому что каждый по игре Мог, да, или по тайму там Ну это тоже Чтоб себя в тонусе держать Ну вот я уже сегодня говорил Что если даже Лопес с Косилиасом договорились То наши-то, наверное, точно найдут Мне язык не поссорится, да Охов момент Погорелов молодец И штанга там еще была Строганов уже выносил Вот сейчас Для Александра, думаю, вы Немножечко занервничали Как человек, который Несколько симпатизирует Скажем так, после удара Какой-то была апатия У ребят они остановились И могли пропустить гол Потому что С острого угла Здорово атаковал РФК и мог попасть в ворота Но он попал в штангу Да, расслабляться-то еще очень рано Десять минут Сил Только начало РФК должно быть много Да, кстати, произошла у нас Замена По составе команды РФК Момент был хороший Но не смог распорядиться В атаке Спецвязь Неудачный прием Скажем так Ну что ж Может быть свежее вливание сил Поможет РФК Не говоря уже Спецсвязи Который Кстати, не так часто По-моему Замены и проходят Вот Стартовая четверка Она До сих пор Сохраняется Понятно, что Есть основа Есть база Костяк И нужно менять Футболистов Когда кто-то из них устает Ну, я только видел Одну замену Спецсвязи Вот выходил Играл На замену Ну, так в целом Да, они планируют Своей игрой И своей четверкой Потому что, наверное, Раз выигранная И поэтому Вот как здорово И момент Немножко не в ногу Мяч пришел Пришлось Многу отвозить назад И поэтому Удар был Не сильный С другой стороны Мы увидели Вратаря Но в деле Который сегодня Во втором тайме Вышел Он справился С этим Скажем так Непростым Возможным Ударом Но, тем не менее Гала не было Это самое главное Для вратаря По позиции Он пока не может Это сделать Он бы так раз Вратарь был бы поближе К центру поля Они могли разыграть И мяч бы мог Остаться у них Посмотрим Мастер-класс Как раз Обратно Спецсвязь показывает Как использовать Вратаря Для того, чтобы Создать какой-то Голевой момент Ну, вот По сравнению С прошлым сезоном Использует Намного меньше Потому что Я вот помню Когда В каждой игре Андрей Вот выходил В район центра И они там Стояли Делали передачу Пока не ошибется Кто-то из защитников Соперника Немножко перепутал Мне кажется Игрок Командный Такой был А вот он пас Именно ему Мне показалось Но зато Точный Какой был Точный Красивый Замечательная техника Касаткин Алексей Не смог Подключиться К этой атаке Как бы не хотел Да Он был наблюдателем Да Лобой Интересно Если бы он отдал пас И тот забил Как бы судья Повлиял На этот результат У нас судья Тоже ребят С номером Поэтому Может быть Как-то на шутку Здорово было Но нарушение правил В целом Немножко игра Мне кажется Подуспокоилась Что-то РФК Видимо отдал Первые Первые Частицы Очень много сил Хоть они и победили Но вот сейчас Что-то Как-то Поспокойнее Стало Немножко провоцирует мелкие фалы Так что пока все спокойно на площадке Для судей Нет таких определенных проблем Судить такой матч Но эмоции Бьют через край Это уже хорошо Потому что команды Пытаются все-таки Как-то Выровнять положение РФК А спецсвязь Пытается все-таки Наверное Удержать Тут победный результат Который они Пока что имеют Сейчас даже На вынос мяча Пришлось играть Спецсвязи А по поводу фалов Вот если Доверится Табло На котором эти фалы Отражаются То получается По одному разу всего лишь Сфалили От команды Ой вот Сейчас Очень помогает То что у нас Прозрачные стены Стадиона Я вижу Как там Через улицу Бежит Тимофей Гутников Который является Тринером команды Спецсвязь Уж не знаю Видит ли он Как играет его команда Но наверное Ему будет радостно Узнать что Уже ребята И суперкубок взяли И сейчас Потихонечку Приближаются К тому чтобы Завоевать еще Три балла Что Наверное При вводе мяча С линии поля Ну да Здесь надо быть Повнимательнее Все-таки Правила Омегасы Для этого и созданы Чтобы их не нарушать Иначе Потеря мяча И вот атака Спецсвязи Нашему судье Не даже Какой-то не гаишник Какой-нибудь На Звенигородском шоссе Ну и вот Мяч вылетает К зрителям Пускай Болельщики Посмотрят Каким мячом Играют Болельщик Тоже Говорят 12-й игрок В нашем случае Еще 100 игрок Ну да У спецсвязи И не только На запасе Игроки Но и Присутствуют Болельщики Отметим их Присутствие То что Приятно Что команда Поддерживает Свои Погонники Ребята постоянно Приезжают Кстати Надо отдать им должное Вот Ни у одной команды Нету такой Приятно Что с детьми Такой семейный праздник Отдых Выходной день То что надо Наверное Для любого турнира И вот Контратака Спецсвязи Чтобы 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 Тимофей Точно Обрадовался Да Он сейчас Появится Что у нас здесь От ворот Будет вводиться Мяч Похоже Чтобы Задержка Руками Но Реф Расценил ситуацию По-своему И поэтому Ничего не назначил Команды продолжают Атаковать Спецсвязь И что у нас получится Ииии Ой Молодец Газаров Молодец Каждый мяч Уже Ниминуемо Должен был Влететь в ворота Но Галкипер Сыграл Выше Всяких Похвал Так что Пропущенных Галат Наверное Винить Его не стоит Ну да Он Все что мог Сделал Даже Тот же Удар Отбил К сожалению Мяч Отскочил Игроку Спецсвязи И тот Уже Беспреказыв В ворота Забивал И мне еще показалось, что в момент нанесения голевого удара один из защитников закрыл обзор Газарова, поэтому не мог он видеть. Но это вот дело, которое нужно смотреть на повторах. У нас идет запись, вот, дорогие болельщики, зрители, если вам интересно, вы хотите потом с нами об этом поговорить, то можете посмотреть поподробнее вышеуказанный нами эпизод, создать свое мнение, и мы обязательно это все обсудим. Обсудим. Время уже идет к концу. Ну да, видно, что РПК немножко поникли. Конечно, 2-0 тоже хорошее преимущество, так как уже второй тайм практически заканчивается. Ну вот атака! Да, но вот с другой стороны, влетел бы сейчас мяч, и все бы перевернулось бы с ног на голову, потому что РПК пошел бы вабанк. Возможно, да. Опять бы нас ждала валидольная концовочка для спецсвязи, но, к сожалению, мяч прошел выше ворот. И все. Ну, поздравляем спецсвязь, но РПК не надо расстраиваться, они первую игру тоже выиграли, так что турнир только начался, а еще впереди нас ждет огромное количество времени и борьбы. Ну, будем ждать следующих матчей. Уважаемые зрители, никуда не уходите. Уважаемые зрители, никуда не уходите. Спасибо. Уважаемые зрители, никуда не уходите. Спасибо.